Всем привет! Вы на Флагманшоп и сегодня у нас на обзоре карповый садок от торговой марки Carp Pro. Так как у нас карповая торговая марка и называется Carp Pro, естественно, мы не могли оставить без внимания наших рыбаков, которые ловят на Flat Feeder, на Method Feeder и, естественно, на соревнованиях, либо же для того, чтобы сберечь рыбу, им нужен будет садок. Именно карповый садок, потому что они есть разные. И в чем отличие карпового садка от классического? Дело в том, что, обратите внимание, что материал данного садка, он нейлоновый, но очень мелкая ячейка. Это для того, чтобы перья на спине и анальный плавник не врезался, не застревал именно в сетке, потому что потом оттуда его вытащить придется резать либо сетку, либо, не дай бог, травмировать рыбу. Поэтому, чтобы она была в сохранности и вы не переживали за свой улов, особенно важно, когда это соревнование, рыба должна быть целая и живая, естественно. Поэтому данный садок и служит для того, чтобы вашу рыбу, как говорится, держать в комфорте и безопасности. Кольца садка, именно наружные, для того, чтобы предотвратить ваш садок от протирания, от того, что вы его расположите где-то на песчаном, каменистом каком-то дне, либо вы ловите на дамбе. Для этого решение лучше всего будет сохранять ваш садок, вашу ткань. Также обратите внимание, что на углах самой рамы есть усиленные пластиковые дополнительные предохранители, для того, чтобы в этом месте оно не протиралось. И это очень здорово помогает живучести вашего садка. Верхняя часть, можете обратить внимание, она очень плотная и крепкая. То есть ни одна рыба не порвет ее, это факт. Следующим моментом, который облегчит установку данного садка, это поворотное крепление, которое позволяет вам установить корловину самого садка при любом, как говорится, наклоне. И вы можете любой угол выставить, который вам именно комфортен именно в данном случае, в данном, допустим, месте рыбалки. Здесь идет автоматическое поджатие, то есть когда вы затягиваете его на крепление к платформе, либо же вы этот садок монтируете на стойку, сама резьба втягивается сюда и таким образом здесь производится фиксация. У вас не будет он ходить вверх-вниз. Очень удобно, не надо никаких кнопочек, ничего. Затянули, закрутили, все. Выставили сразу и все отлично. Размер садка 55 на 45 сантиметров. И данные садки существуют в двух длинах. Это 3 метра и 4 метра. Данный садок имеет длину 3 метра. Вот он так выглядит. Также обратите внимание, что нижнее кольцо, назовем его дно, имеет две таких вот пластиковые клипсы, либо петли такие, для того, чтобы вы могли прицепить к ним груз. Он нужен для того, чтобы не смещался у вас садок и находился именно в том положении, в котором вам нужно. Пластиковые петли 2, вот и вот, нужны для того, чтобы вы могли использовать стойку для фиксации и установки садка. И в оконцовке обзора хочу сказать следующее. Флет-фидеристы, любители ловли карпа на флет, это ваш формат, ваш вариант, пожалуйста. И, кстати, кому еще будет полезен такой садок, его можно назвать даже универсальным, потому что кроме карпа, естественно, вы можете поместить туда любую другую рыбу. Это особенно актуально, тем более, что сейчас появилась новая спортивная дисциплина, которая называется Free Feeder Style, то есть это ловля на фидер, спортивными видами оснасток, в том числе и метод фидер. И очень часто большинство соревнований проводятся именно в водоемах, где есть карп, и за счет этого и набиваются уловы. Поэтому, естественно, большой карп в этих соревнованиях, большая рыба отпускается при взвешении, взвесили, отпустили. И мельче рыбы, естественно, ее надо куда-то складывать, пожалуйста. То есть, как бы вот данный садок отлично подойдет как для мелкокарпа и для другой рыбы, которую вы будете сдавать на взвешение. Это очень важно, поэтому спортсмены, которые участвуют в таких соревнованиях Free Feeder Style, пожалуйста, то есть ваш вариант, ваш выбор, рекомендую. Всем, кому понравился данный обзор, поставьте лайк, комментируйте, подпишитесь на наш канал, не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И всем не хвастанье чешуи. Пока!